Выстояла в войну, пережила перестройку, стороной обошли лихие 90-е. Турбазу «Рассвет» построили в 30-е годы прошлого столетия. Она была сердцем города. Свежий воздух, река Бия, спортплощадки и турпоходы подростков к самым заповедным местам Алтая. На этом месте били фонтаны, цвели цветы и раздавались детские голоса. Находилась здесь детская турбаза «Рассвет». Ежегодно она принимала до 20 тысяч ребятишек со всей России. Теперь здесь гробовая тишина, а вместо райских кущ высятся коттеджи. Первые дома начали строить здесь в 2003-м, когда турбаза еще работала. И принадлежали они, по словам директора базы Анатолия Гловацкого, начальнику полиции, бывшему руководителю ГАИ, а также первым лицам администрации Бийска, тоже бывшим. В 2005-м году, рассказывает директор лагеря, турбазу начали разорять. Цинично поджигались корпуса, цинично сжигалась турбаза, сносилась бульдозерами. Возмущения происходили. К работникам турбазы, к коллективу подходили и говорили «Рот открой, баня сгорит». Это делали работники администрации, это делали работники полиции. Вот что страшно. По словам Гловацкого, решение о раздаче земель подписывали местные чиновники. Кто именно, пока тайна следствия. По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело. На днях в администрации Бийска следователи совместно с сотрудниками ФСБ изъяли ряд документов, причастных к делу. Выемка документов, связанных с открытием уголовного дела в отношении должностных лиц. Действующий глава города Александр Студеникин прокомментировать ситуацию не смог. Александру Петровичу сейчас не до этого, ввиду того, что у него встреча с населением. Его заместитель рейдерский захват категорически не признает. Говорит, все по закону. Ни в одних документах, которые сегодня подтверждали бы право собственности детской турбазы рассвет на данной земельной участке, представленной не было. При выделении земельных участков данная территория была пустующая, заброшенная. А местные жители вспоминают, что до 2005 года, до принудительного сноса построек базы, территория здесь никогда не поставала. В детстве там постоянно мы играли и в баскетбол, и в волейтбол. Здесь, во-первых, остался маленький такой промежуточек и на речку пройти. Только-только. И, наверное, и тот последний застроят скоро. А землю турбазы тем временем продолжают перепродавать. Некоторые участки за короткий срок обрели уже по четвертому хозяину. Горожане строят новые коттеджи, даже не подозревая, что купили кота в мешке. В ходе расследования была проведена экспертиза, которая подтвердила, что земля находится в бессрочном пользовании у турбазы. А это значит, что все иные постройки на ее территории незаконны. Я не проживаю здесь. Я строю здесь. У меня есть мои документы, которые мне город передал человеку, и я купил у четвертого человека. Я человек больной, нервный. Слушай, ты выключи камеру. Краевые СМИ уже неоднократно писали о незаконном захвате земель турбазы. Однако, по словам ее директора, следователи сейчас вплотную занялись этим делом. Чем завершится история, покажет время. Возможно, мы станем свидетелями развязки громкого дела, с которым были связаны высшие эшелоны власти Бийска. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Валентина Аскерова, Николай Шелго, Александр Антропов. Наши новости.